В 4-й филиал Гомельской городской центральной поликлиники Артём Фокин приходит каждый день уже третий месяц. В 2018-м он закончил Гомельский государственный медицинский университет, потом еще год проходил интернатуру в Республиканском навыково-практичном центре радиационной медицины и областной специализованной клинической больницы. По специальности Артём Фокин – хирург-автальмолог. В этих медицинских установках он отримал практичный опыт. В качестве асистента примал удел в операциях-новачах. Сажневня гэтага года молодый специалист прасуя урачом-автальмологам у поликлиницы. Что день на прием приходит каля 60 человек, и до кожных необходимый индивидуальный подыход. А прошатагу Артём Фокин я шею выкладая на кафедры медуниверситета курс автальмологии. Кажет, что гэта вельми цикавая специальность. Автальмология – одна из, как я считаю, наиболее перспективных и интересных профессий вообще в медицине в принципе. Потому что это связано с высокими технологиями, и это очень бурный рост и развитие. В этой профессии. Что касается, дальше посмотрим, будем развиваться, а там время покажет, как. Конечно, хотелось бы оперировать, то есть заниматься где-то хирургической практикой в офтальмологии именно. Это микрохирургия глаза, интересные эти направления. Первую встречу с молодыми специалистами проводит старшиня Гарвы Канкамы Пётр Кирыченко. У зале 70 человек, яких мэр называет будущим города в области и державы. Махчима гэта аванс, але улада саправды различывая на молодых людей. Только дякуючи суместной работе, Гомель досягая новых вершинь. За последние 7 лет мы 4 раза становились лучшим областным центром в Республике Беларусь по благоустройству. 4 раза лучшим городом для ведения бизнеса. Дважды были занесены на республиканскую доску почеты, как победитель соревнования по социально-экономическому развитию. А по итогам прошлого года добавили в свою копилку достижений еще и звания «Лучший областной центр в республиканском конкурсе «Город культуры». За гоноровыми званиями – реальные досягненья. Не глядяши на певные экономические тяжкости, Гомель виконуваются усі основные показчики социально-экономического развития. При этом темп росту экспорту – 125%. У 30 разов повелешився экспорт по слуху в Словакию, у 24 – в Китай, у 8 разов – в Данию. Плюс створение умов для деятельности малого и среднего бизнеса, а также развитие городской инфраструктуры и социальной сферы. Молодые специалисты слушают старшиню горвыканками уважливо, после задают вопросы. Интересно, кажется, все. Перспективы развития в Гомеле велосипедного руха, строительство функциональных забавляльных комплексов, планы по развитию медицины и подрихтовки города до свидетельства Нового года. Даже сегодня в городе проживают амаль 540 тысяч человек. Прикладно, каждый четвертый – в возрасте от 14 до 31 года. И такая лишьба. Замасование молодых специалистов на своих перших просонных местах – 91%. Это вельми высокий узровень. Сегодня местные власти готовы сотрудничать с молодежью на полном взаимном доверии. Ведь вы являетесь самой инициативной, динамичной, предприимчивой частью населения, имеющей желание создавать новое, искать наиболее успешные решения. Только от вас зависит, каким Гомель будет в будущем. От вас зависит и то, каким будет все наше государство. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько. Телядо, компания Гомель.